Я хочу открыть шампиньоновый бизнес. Нет. В миллионах долларов это 10-20. Примерно. Вы знаете, начало было красивое. С компоста, оказывается, все начинается. Вначале деньги были все свои. Выгнала российского консультанта. Двойная прибыль. До 200 тонн в месяц. 100% ему стали доверить. Скоро, там истребители стоят. Это инопланетяне, реально. Галицигенные грибы. Поднимать настроение у людей. Скрываете ту самую лабораторию. Мы не очень часто и приглашаем. Это совершенно свой какой-то разум. Что вы наблюдаете? Они инопланетные существа все-таки? Я могу пожаловаться? Я пожалуюсь, соответственно, и наказывать где-то. Благодарственные письма. Люди с пониманием к этому относятся. Друзья, это идеальная история. Поэтому в магазинах смело покупаем. Друзья, привет! Я с холода в тепло. Но на самом деле сегодня мы проведем больше времени в прохладных и влажных помещениях. Потому что мы приехали недалеко от Алматы посмотреть, как растут шампиньоны на шампиньоновую ферму Whitecap. Здесь вы узнаете много нюансов про то, как устроен шампиньоновый бизнес. И как растут шампиньоны. И не все так, как вы привыкли видеть. И уверена, даже предполагать не можете, что нужно для того, чтобы шампиньоны выращивать. И об этом мы поговорим хозяйкой компании. Лариса, здравствуйте! Забегали и запыхались. Лариса, сколько сейчас лет вашему прекрасному грибному бизнесу? В нашей компании в 2023 году было 14 лет. А, у вас этот год юбилейный получается? Да, в этом году нам будет 15 уже. Как планируете отмечать? Ну, я не знаю. Я думаю, хорошим урожаем. Вот. Про урожай. Ну, я думаю, за вот эти вот почти 15 лет существования вы уже вполне можете, наверное, поделиться цифрой. Во сколько вы оценили бы сейчас свою компанию, если бы ее захотели продать? Вы знаете, наверное, это очень дорого. Цену даже сказать я вот так прям сходу не могу. Естественно, ее можно очень легко посчитать. Те, кто занимается грибным бизнесом, они это очень быстро считают. Обычно считается, сколько квадратных метров выращивания грибов. Умножается на урожайность и, в принципе, можно посчитать, сколько может стоить бизнес. Но в связи с тем, что мы занимаемся не только выращиванием, а еще мы занимаемся производством компоста, то, конечно, бизнес может стоить намного дороже. Хорошо. Но давайте так в цифрах. В миллионах долларов это 10-20? Меньше, больше? Ну, примерно. 20? Примерно, да? И это если не делить бизнес по производству компоста от бизнеса по выращиванию шампиньонов. А что доходнее вообще? Вообще доходнее, когда это все вместе. Потому что, в принципе, когда ты 100% уверен в качестве компоста, то у тебя и можно гарантированно получить хорошую урожайность. И когда ты можешь влиять и на ту часть процесса, и на эту, тогда получается как бы уже двойная прибыль. Ларис, а если сейчас вспомнить вот эти 14, почти 15 лет назад, какая сумма была вами вложена для того, чтобы начать бизнес? Когда мы только начинали, нам нарисовали проект, который стоил всего лишь 700 тысяч долларов. А когда мы уже стали строиться, то первоначальные инвестиции были около полутора миллионов долларов, и которых нам все равно не хватило. Но это если говорить о том, что вы замахнулись амбициозно на сразу большой объем, на большое производство. А если вот сейчас, спустя 15 лет, от того момента, как вы начали, вы бы вот советовали, например, открыть такую шампиньоновую ферму, пусть она будет небольшая, такая как у вас, и без производства компоста. Какие деньги сейчас можно оценить? Какие деньги нужно иметь или брать где-то, кредитоваться, или инвесторов искать, чтобы открыть такой бизнес? У нас проблема в том, что у нас очень маленькое население в Казахстане. И когда мы рассказываем, что мы самые большие в Казахстане, нам все время говорят, что мы самые маленькие. Потому что наше производство на самом деле не очень большое. Это вот, кстати, один из процессов, с чего начинается производство компоста. Это вот так собирается солома специальная в рулонах. Мы ее сами летом собираем. Вот с этого все и начинается. Это называется процесс замачивания. Сейчас солому будут опускать в специальную яму, где она будет находиться 2-3 минуты, потом ее будут вытаскивать, и потом уже она будет отправляться в бункера. Соответственно, друзья, вот этот самый интересный разговор про деньги и про бизнес, мы к нему вернемся буквально через минуту, а сейчас мы пойдем смотреть, как делается компост. То, без чего никакая грибная ферма существовать не может, в принципе. Увидимся! Продолжение следует... После того, как мы замочили солому, вы сейчас видели вот этот процесс, эта солома вся собирается, потом замоченная, она закидывается вот в бункера. Это специальные такие бетонные помещения, где снизу из-под бетона есть специальные форсунки, откуда выходит свежий воздух. И он продывает эту солому для того, чтобы она начала, как мы говорим, работать. Это подготовка к производству компоста. И в течение, допустим, 10 дней у нас есть несколько процессов, когда мы эту солому перекидываем из одного бункера в другой, для того, чтобы она была равномерная, чтобы она хорошо разогрелась, она подогревается чуть ли не до 70 градусов. И вот с помощью этого воздуха, который снизу дует, она как бы еще продувается для того, чтобы она не загнила. А кто-то компостом помимо вас у нас здесь занимается производством? Нет. Есть небольшая компания, которая делает компост для выращивания вешенок, а для шампиньонов нет. Кроме нас никто не делает. Это еще и отличается технологией, да, производства компоста для разного вида грибов? Да. Поэтому, допустим, вы спрашивали, почему только белые там и кремовые шампиньоны, а не какие другие? Потому что, в принципе, на одной ферме не всегда выращивают разные виды грибов. Потому что это могут быть разные болезни, разные там где-то мошки, у кого-то мухи там и так далее. Для того, чтобы эта вот вся зараза не переходила там к одному виду грибов, к другому, на одной территории обычно не выращивают. Это получается, что если ты не производишь компост сам, ты не можешь выращивать шампиньоны, или ты можешь выращивать шампиньоны, но тогда тебе нужно покупать компост специальный для определенного вида шампиньонов, и дай бог, чтобы в твоем регионе делали такого вида компост. Ну, вот у нас не делают. Самый ближайший компост, который привозят, это 4000 километров. Обалдеть. Ну, то есть получается, что вот так вот просто я хочу открыть шампиньоновый бизнес, это вообще история не... Нет. Нет. Очень сложно. Вот это бункера, про которую мы говорили. Закидывают солому, и включаются специальные вентиляторы, которые продувают его воздухом. Вот эти вот дырочки. Да, вот. Ну, их много, их почти до 1000 штук здесь. Забиваются, наверное, да? Да, потому что после того, как вытаскивают отсюда солому, все это чистится, моется, там, подготавливается заново, продувается. Вы можете сдавать для вечеринок это. В то время, когда у вас здесь все пустует. Еще из-под дома. Да, да, да. Технология достаточно, она, скажем так, сложная. Все говорят, что грибы легко выращивать, но я считаю, что нет. Вот есть же фразы, говорят, растут как грибы. Да. Это вот на самом деле то, что вы видите. А два с половиной месяца до того, как первый гриб появился, вы как раз-таки этого ничего не видите. Большинство людей вообще не знает, как растет или производится, неважно что, потому что недавно у школьников спрашивали, как растут там зелень, хлеб и так далее. И вот маленькие горожане, они говорят то, что, видимо, в магазинах растет все, поэтому как бы, ну, то есть люди совершенно не понимают, как это происходит. И у себя дома, я знаю, в кладовках устанавливают какие-то там контейнеры и пытаются там выращивать шампиньоны. Ну, наверное, это возможно, конечно, в таком маленьком, не промышленном масштабе. Но, друзья, мы дойдем до этого места, где происходит это таинство выращивания этих инопланетных существ, как их называют. И, кстати, поговорим сразу и о том, почему их называют инопланетными. Грибы, пойдемте. Вот то, что мы видели в виде соломы, которую замачивают в воде, потом это все кладут вот в эти прекрасные пустые бункеры, и потом... Потом эта солома дальше перемешивается на специальном оборудовании вместе с куриным пометом и гипсом. Гипсом? Да, добавляется гипс и куриный помет. Потом все это перемешивается и опять закидывается сюда в бункера для того, чтобы оно дальше, скажем так, гнило. То, что мы видим, испарение, это дым, он горит, компост? Он не горит, он нагревается, да, он теплый. Тут высокой температуры, и поэтому идет дым. И вот этот процесс гниения происходит за счет этой температуры? Да, и за счет свежего воздуха, который идет снизу вот отсюда из форсового бункера. И потом это отгружается отсюда и увозится... Да, и потом увозится... Уже непосредственно в тоннеле где? Да, мы в тоннеле. Сейчас мы туда пойдем. В этих тоннелях идет процесс по стерилизации, а потом дальнейшего посева, где засевают уже вот грибные споры. Что касается бизнеса все-таки еще. Бизнес состоит из огромного количества нюансов. Вот вы сейчас говорили нам про то, как производить компост. Непосредственно там идет посев, выращивание шампиньонов, строительство. Понятное дело, что построить шампиньоновую ферму нереально без специалистов, которые в этой области понимают, что и как делать. Вы пользовались 14 лет назад. Чьими услугами? В самом начале, когда мы только начинали строиться, у нас был консультант из России. Но потом в связи с тем, что мы поняли, что все-таки мы идем не по правильному пути, по какому-то очень старому, а не современному, мы поменяли, мы поменяли технологию. Сейчас мы используем голландские технологии, голландские компании, голландскую технику. В общем, все совершенно стало по-другому. То есть вам потом еще раз пришлось вложиться, чтобы теперь уже сделать ее умной, более современной, технологичной. Когда вы начали получать доходы первые? Вы знаете, начало было красивое. Сейчас вы вот сказали, мы вспомнили веселую вам историю. Потому что когда мы наняли этого российского консультанта, он меня повез в Кишинев, в Молдавию. И первое, что я увидела, что там выращивали грибы вот в таких вот мешках и в известняковых шахтах под землей. А давайте сразу тут скажем, что есть процесс выращивания, несколько процессов, технологий выращивания шампиньонов в мешках, на стеллажах. На стеллажах. Но имеется в виду, что все равно это есть. И меня так впечатлило, я думаю, что у меня будет все на земле, что у меня будет вверху, что вот то, что про подвалы все рассказывают, что это неправда. И я была такая радостная. И когда мы все это построили, мы тоже выращивали в мешках. Можете представить, у нас девочки, вот эти 25 килограмм мешки, компоста набивали все это вручную, потом еще и поднимали, ставили все это на полки. Кошмар. Мы думали, что на самом деле так и надо выращивать грибы. А потом у меня была возможность поехать и в Ереван, и я там на базаре увидела грибы. Решила попросить, чтобы мне показали фабрику, где эти грибы выращиваются. Когда я приехала туда и увидела современные полки, стеллажи, где нет мешков, где все красиво, все загружается автоматически, вернулась домой, выгнала российского консультанта. Я была злая, я не обиделся, я была очень злая. Не ревели от того, что столько денег вложено, и все получается, что не то, что сейчас используют. Ну, на самом деле, наверное, мы сами все-таки виноваты, потому что мы вначале 100% ему стали доверять. Ага, вот этот вот еще один момент, о котором мы поговорим. Но вот мы сейчас говорим о том, что когда же бизнес стал прибыльный. О партнерстве и о специалистах мы еще обязательно... Поднимем вопрос. И, значит, когда вот этот вот момент стал все-таки для вас приносить, ну, хоть какие-то деньги? Вот давайте, вот с момента открытия, когда пошли первые прибыли? с момента вот появления грибов, потому что, как я вам говорила, что грибы начинают расти где-то через 2,5 месяца после того, как вы начинаете замачивать солому. И поскольку, как бы, это процесс друг за дружкой идет, и камеры, они заполняются не один раз все сразу, а по очереди, то где-то примерно, ну, наверное, после строительства и запуска, скажем так, всех камер где-то года через полтора. Деньги были кредитные или большая часть была своих? Нет, вначале деньги были все свои, а потом, конечно, когда мы поняли, что мы не очень правильно построили, то на уже, на все эти переделки, да, мы уже брали деньги в банки. А сколько вообще пришлось отбивать вот в первые свои вложения, потом кредиты? То есть, ну, я понимаю, что это процесс очень такой, ну, постоянный, кредиты можно брать и сейчас на расширение, там, или еще, или вкладывать, но вот когда вы поняли, что вы не зря занялись этим бизнесом и что деньги вы начали получать с этого бизнеса? Ну, наверное, мы с самого начала поняли, что не зря. Да, то есть, это все-таки не прогадали и это было правильное решение? да, это было правильное решение, потому что с момента начала строительства у нас три очереди, у нас в 2009 была первая очередь, потом в 2017 году была вторая очередь и вот в 2020 году в карантин как раз мы строились и мы запустили третью очередь. То есть, вы все-таки постепенно все это делали? мы постепенно, да, и там раньше мы если начинали где-то с 25 тонн в месяц, сейчас мы можем собирать и при всех, скажем так, положительных результатах собирать до 200 тонн в месяц. В месяц. А сейчас куда мы пришли? Сейчас мы пришли, это место называется чистая зона, где находятся туннели и вот сейчас мы вам покажем следующий процесс, который у нас здесь есть. Как в сказке двери открываются, осторожно, нас тут точно ждут и мы идем. Наша чистая зона состоит, во-первых, из 12 туннелей. Вот, это вот все вот туннели наши. Вот один открытый туннель, сейчас мы на него вот посмотрим, вот он. Компост, который мы вот там видели в бункерах. Через определенное время с помощью вот этого всего оборудования, вот с помощью вот этих лент и с помощью вот того вот оборудования загружается вот сюда в туннель. и здесь в туннеле он лежит около там пяти дней, там определенное количество часов. Это называется процесс постерилизации. Поднимается температура, она там, по-моему, минимум 72 градуса и для того, чтобы убить все ненужные бактерии, ложки там, таракашки там и так далее. Вот, для того, чтобы потом подготовить этот компост к посеву. Через пять дней его с помощью тоже вот такой же оборудования устанавливается, выгружается из одного туннеля и загружается в следующий туннель. Туда засыпается вот этот вот мицелий, это грибные споры и начинается процесс посева. После этого в туннеле этот компост с мицелием лежит примерно 18-21 день для того, чтобы мицелий пророс. То есть получается его вот таким слоем кладут? Нет, его кладут огромным слоем. А как туда этот мицелий? Вот эта вот машина с помощью лент, там внутри еще есть лента и она закидывает туда компост. Она вот так двигается. А мицелий как распределяется? А он сыпется, вот так идет компост и сверху сыпется тоже мицелий. А, и он просто на этой навозной куче грубо говоря начинает прорастать. На каждом ряду вот как только вот это все по ленте идет, по второй ленте идет мицелий. И он начинает прорастать. И потом компост он такой через определенное время, его называют заросший компост, который уже готов, чтобы его загрузили потом уже в камеры на стеллажи. Вы этого точно не знали. Слушайте, я абсолютно была уверена, что ты приходишь, стеллажи стоят, там что-то кто-то что-то насыпал, грибы растут и все вот это. Оказывается, тут для того, чтобы просто начать, с компоста оказывается все начинается, а компост нужно произвести качественным самым, иначе можно так и убить свое производство. Если ты купил где-то компост некачественный, там оказалась какая-то бактерия, и у тебя урожай весь погиб. Еще вы можете его довести, он будет некачественный. Ну, в общем, понятное дело, что, как всегда, кажется все одним, а когда начинаешь разговаривать с хозяином бизнеса, оказывается все иным. И пойдемте дальше, дальше будет интереснее. Ларис, про специалистов. Вот вы говорили, что была ну не ошибка, возможно, а это тоже опыт российский специалист, а потом вы увидели совершенно иное производство в Ереване и решили его применить здесь. Вот, соответственно, вы хозяйка бизнеса одна или у вас есть партнеры? Был партнер, но вот, к сожалению, три года назад он ушел из жизни, его доля осталась и его семье. Перешедший по наследству бизнес? Да, ну они такие пассивные акционеры, скажи. Вы когда с партнером прописывали все вот эти документы о партнерстве, если прописывали, там вообще вот какие-то такие моменты вы учитывали или это вот свалилось на голову и стало непонятно, что делать, потому что там наследники не готовы, однозначно были к тому, что это произойдет и им придется заниматься бизнесом. Вы были не готовы к тому, что у вас появятся люди в партнерстве, те, кого не ожидали, и как вот эта вот история. Поскольку мы сейчас об этом заговорили, вы сами сказали, этот момент очень интересен, потому что сейчас в стране очень много компаний, которые так или иначе становятся семейными бизнесами. И вот у нас была программа, друзья, если вы не видели, посмотрите, пожалуйста, программа, которую мы специально посвятили семейному бизнесу и наследникам, как правильно и что нужно делать для того, чтобы вы не оказались ни в какой подобной ситуации, а если вас готовят в наследнике, чтобы вы понимали, как этим правильно пользоваться. На самом деле, мы ничего не прописывали, и это получилось случайно. Мой партнер, он много лет работал у меня в подчинении, он еще был студентом, скажем так, как выпускником, когда первый раз пришел в компанию, где я работала. После, наверное, практически 10 лет работы совместной мы решили пойти в собственный бизнес. Там было все на доверии, все на том, что мы друг друга хорошо знаем, там была субординация, конечно, очень хорошая, было очень хорошее разделение труда, имеется в виду то, что делал он, какие функции у него были, какие функции у меня были, как мы могли, скажем так, больше помогать своим собственным бизнесом. Конечно, когда я его не стала, стало, конечно, очень сложно, потому что многие вещи я ими вообще не занималась. Сейчас мне приходится вникать во все эти процессы, заниматься самой, в первую очередь, прежде чем требовать что-то, теперь мне приходится, конечно, все досконально само изучать. Наследники, с той стороны, они не участвуют и не заинтересованы? Нет, там дети еще маленькие, они еще школьники, вот, и супруга, поскольку у него вот трое детей, она домохозяйка, на нее тоже это, к сожалению, к ее сожалению, на голову свалилось, она сама этого не ожидала и тоже никогда в этом не участвовала, поэтому пока так получается. И сейчас, на сегодняшний день, это бизнес чисто женский в вашем исполнении. Да, получается, что так. Поговорим об этом чуть позже. Мы уже полчаса ходим по территории, она все не заканчивается, не заканчивается, и только сейчас мы подошли к этому основному зданию, они пронумерованы, боксы, такое ощущение, что мы там сейчас откроем, а там истребители стоят. Но нет, пойдемте смотреть, что внутри. Это и есть, Лариса? Это наши камеры выращивания, где сейчас вы увидите, как растут грибы на самом деле. Пойдемте. Вот прежде чем зайти, нам надо пройти через вот такой вот дезинфекционный барьер, одеться в халаты, в бахилы, и только потом мы можем попасть в вот эти чудесные камеры. Так, поехали. Потому как мы с вами нарядились, Лариса, народ подумает, что вы здесь за выращиванием с грибов скрываете ту самую лабораторию, про которых пугают алматинцы. Галлюциогенные грибы. Да, и галлюциогенных, и кто-то собрался тут строить вирусы, не вирусы, короче, нет, грибы здесь. Сейчас вы все увидите своими глазами. Что, кстати, по поводу галлюциногенности шампиньонов? Вообще говорят, что галлюциогенность есть во всех грибах. Все зависит от его концентрации. А вы лабораторию не проверяли там как-нибудь сами для интереса? Не проверяли, но есть один интересный фильм, называется «Фантастик фунги». Если вот вы его посмотрите, там как раз таки и говорится, что во всех грибах это есть галлюциоген на самом деле. Не просто там веселые и так далее грибы, а что их используют даже для того, чтобы поднимать настроение у людей, которые болеют раком. Даже так. Слушайте, вот значит, на тоях почему столько веселья и какие-то танцы, которые потом уходят неимоверным количеством распространения, вирусятся, рилсы, да? Это вот, наверное, ваши грибы на столах, на всех тоях нашей страны. Пойдемте. Мы не стараемся, да, чтобы их было как можно больше в меню и в ресторанах. Вот так вот, правильно. Потом у казахстанцев кайфовые такие. Здравствуйте. И расслабленные. Ну вот эти чудесные шкафчики, сколько боксов всего здесь? У нас вообще 24 камеры. В этом корпусе 12 находятся, вот, и в другом корпусе тоже 12. Вот сейчас вы внутри увидите, они растут не в подвале, но они растут без света. На самом деле, для того, чтобы росли грибы, свет не нужен. А что нужно? Нужна влага, нужен свежий воздух и определенную температуру. И компост, который мы видели, как вы его производите. 200 тонн грибов вы выращиваете в месяц. Вы выращиваете два вида шампиньонов. Да, мы выращиваем белый и кремовый. Тут их называют коричневый, тут их потом называют портабелло. Вкусовые различия? Немножко есть, да. Кремовые, они более-таки плотные, и как будто кажется, что там меньше воды. И они более такие насыщенные. Ага. Сюда идут. Это вот одна из камер, которые мы посмотрим. Кстати, у нас все автоматизировано. те параметры, которые в камеру необходимо установить, мы можем их установить здесь, мы можем остановить их с центрального компьютера, и плюс еще у наших технологов есть программы на телефоне, они эти параметры могут из своего телефона. Умный, умный дом, который вы здесь внедрили, еще дома мы не используем это все, а тут уже как бы всем все удобно. и вот даже голландцы, если что-то необходимо поменять или изменить или отремонтировать, они могут с Голландией тоже зайти в наш компьютер и сделать изменить. Это не просто подвал, где выращивают шампиньоны, как, возможно, многие думали. Ну вот, теперь мы вам покажем. Посмотрите, это инопланетяне, реально. Шампиньоны. Почему именно шампиньоны так популярны для выращивания в теплицах? Это один из видов грибов, который широко культивирован, скажем так. Но вот я знаю, что Европа уже во всю выращивает. Лисички, белый гриб, что они тоже очень хорошо растут. Я думаю, что это не совсем так. На последней конференции, где я была, наоборот, рассказывается, что 98% грибов, шампиньонов как раз-таки выращивается в Европе. Если мы возьмем Китай, хотя они там в количестве выращивают намного больше, чем в Европе, то они выращивают наоборот, всего лишь 2-4% только шампиньоны. Они больше выращивают всяких экзотических грибов, как они называют. Это вот янокиши, итаки, вот такие виды грибов. А в Европе все наоборот. Не заморачивайте. Поэтому это я так думаю, что это культура. Допустим, если у нас пока ничего нету, а шампиньоны, наверное, легче всего было перенять, скажем так, или купить технологию для того, чтобы их выращивать. Поэтому, наверное, шампиньоны. Говорят все-таки, что точно грибы и грибницы это совершенно свой какой-то разум, потому что их даже не называют растениями. Они не относятся ни к овощам, ни к травам, что-то свое особенное. Вот вы, поскольку уже столько лет работаете с шампиньонами, вы вообще наблюдаете весь этот процесс умности этих грибов? Потому что в лесу говорят, что они очень четко понимают, куда им грибницу переносить. Они сами это решают куда-то там. Растут только там, где они хотят, что их там насильственно сложно как-то куда-то перенести в другую почву, даже если споры и компост им обеспечить. Но вот шампиньоны удачно выращивают и все нормально. Почему другие грибы так не растут? И вообще что вы наблюдаете? Они инопланетные существа все-таки какие-то? Мне кажется, все-таки есть моменты связанные с климатом. Как люди себя ведут? Допустим, если люди не любят или страдают от того, что температура резко меняется, резко холодно или резко тепло, то вот грибы тоже, они очень сильно на это реагируют. Вы же знаете, что у них есть там шляпка, да? Да. И допустим, если чуть-чуть воздух не так подали, то она начинает шероховатости на ней появляться. Это ну вот как на человеке, да? У него кожа сохнет точно так же и на грибах. Поэтому, если ему не хватает воды, то он начинает сильно там тянуться и ножка такая длинная от нехватки там воды и воздуха. Мне кажется, это как любой человек. Допустим, я их больше сравниваю все-таки с живым существом, с людьми или там с детьми, что это вот оно вот зарождается и потом вот как эмбрион он начинает расти, расти, расти и потом из него вот появляется грибочек. Но выглядят они реально как инопланетяне. Посмотрите, какие. Да, когда первые грибы появляются, их называют выскочками. Поэтому, это кто больше, наверное, решил ухватить свежего воздуха, влажности, там питания и полива, вот они вот такими большими появляются. Ларис, вот тут все уже там прям хозяйственно. Смотрю, сбор идет, будут большие уже шампиньоны, здесь вот кремовые, как они называются, бежевые, да? Правило какое? Обычно в лесу грибы срезают ножом. Здесь как это все происходит? Здесь на самом деле не срезает ножом. Надо выбрать гриб, чтобы он был в диаметре 5-6 см. Это считается стандартным для сбора. Берешь гриб, выкручиваешь, вот вместе с ножкой, а потом ножка отрезается. Вот это вот уже, это уже товарный вид, это то, что идет в корзиночке. Ой, прелесть какая. То есть получается, что вот такой большой выбирается, скручивается. Я могу попробовать? Да, только давайте, чтобы мы не испортили Давайте, чтобы я не испортила все здесь. Давайте какой-нибудь выберем такой гриб. Вот я вижу большой, вот смотрите, вот. А, да, одиночный какой-нибудь выберем. Вот этот. Так. Выкручивай. Выкручиваю. Вы думаете, у меня получается так все? Да нет, все вот. Нет, ну вы смотрите, я шляпку сняла, а ножка осталась. Все неправильно уже. Все неправильно. Теперь это будет считаться брак. Да, это брак. Это будет мой гриб. На самом деле, если хотите, если вы не боитесь, что-что? Его можно запустить. Серьезно, смотрите, вот прям сырой гриб мы сейчас можем взять и есть, и не мыть ничего. Ой, вкусно как. Прям вкусный. Вот это, кстати, вот эта та история, почему можно есть сырые шампиньоны в таких ферм, потому что в них нет никаких бактерий, никаких вирусов, ничего грязного. Никаких добавок. Никаких добавок. И вообще, вот эта история, это же эко-производство. То есть, никакой химии, ничего нет. Вы видели процесс, почему мы вам показывали с самого начала процесс производства компоста, чтобы было видно, что гниет, гниет по-настоящему, как у вас дома в ямах, если у вас есть дачи. Да. Ничего не добавляется. Очень вкусные грибы. Белые на вкус такие же сырые. Мне кажется, криволый вкуснее. Друзья, это идеальная история, поэтому в магазинах смело покупаем. Как там маркируется? Торговая марка, да, у нас white cap. Маркируется, да? То есть, у вас есть какие-то упаковки специальные, white cap. White cap, запоминайте. Друзья, вот в таких упаковочках в том числе и в магазинах ищите эти замечательные шампиньоны. И обязательно пишите в комментариях, было ли для вас что-то необычное, что-то новое. Возможно, вы узнали то, чего не знали раньше об этом бизнесе. Интересном, оказывается, сильно затратным физически, морально и материально, чтобы это все сделать. Напишите, кстати, в комментариях, что для вас было самым необычным и неожиданным в нашей программе. И выводы ваши, которые Лариса посчитает самыми интересными, мы отметим. В первом комментарии к нашему выпуску вы это увидите, в закрепленном смотрите. Кстати, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие наши программы. Такие же интересные, как и это. Ларис, и вот это финальная точка, откуда уезжает ваша продукция в магазин. В таком виде товар уходит во все наши сети. И мы говорим еще раз о том, что это 200 тонн в месяц. Да. Белых и кремовых. Заключительный мой вопрос. Перед пожеланием удачи вашему бизнесу, сколько в месяц денег вы получаете за продажу 200 тонн, учитывая все затраты на транспорт, логистику, упаковки, еще какие-то места на полках в магазинах. Каждый месяц все равно это по-разному, потому что и бывает переходящий остаток от предыдущего месяца или перед какими-то там праздниками мы стараемся увеличить, скажем так, нашу урожайность и побольше и быстрее собрать для того, чтобы все это попало к нам на полки наших потребителей. Ну, а брод компании большой, ну, посчитайте, сколько стоит грибы в магнуме умножьте на 200 тонн. Друзья, давайте так, пишите комментарии, удалось ли вам посчитать оборот компании White Cap из расчета того, что сказала только что Лариса, о том, сколько стоят грибы в магазине и сколько тонн в месяц они продают. Пишите ваши ответы. Лариса, сколько сотрудников работает сейчас в компании? Ну, сейчас в компании работает 120 человек, а летом у нас количество сотрудников увеличится где-то до 150. Это люди, которые живут недалеко и с удовольствием у вас работают. это сезонные сотрудники, мы их нанимаем для того, чтобы когда мы собирали солому, они помогают нам ее перевозить на КамАЗах, работают на тракторах, на присплодниках, в общем, на сезонную работу. Ну, вот ваш основной коллектив, я так понимаю, что есть стандарты, потому что сейчас мы видели таблицу, нарисованную на доске, где написана система мотивации сотрудникам за правильный сбор урожая. Я такого раньше не видела нигде, ни у кого. Что это такое? Расскажите. Да, ну, это специальная таблица и мотивация, которую мы пытаемся сейчас внедрить, вот как раз таки с сегодняшнего дня, с 1 марта, потому что мы стараемся держать персонал один и тот же, чтобы у нас не были новые сотрудники, потому что в первую очередь это необходимо для того, чтобы отслеживать качество нашего гриба. У нас есть специальная программа, которая определяет каждую сборщицу, у них есть свой штрих-код, есть номер на ящике, и с помощью этого мы контролируем, какой гриб к какому покупателю в конце концов попадет. То есть это можно прямо отследить? Да, это можно отследить, потому что тот ящик, который мы забираем у сборщицы, он проходит сканирование, и в штрих-коде записан ее номер, наименование продукта, какой сорт, допустим, какой цвет, белый или кремовый, и в конечном итоге, когда это уходит к покупателю, мы второй раз сканируем, и мы видим, от какой сборщицы к какому покупателю ушла продукция. Это очень-очень интересная система, нужная. Получается, я покупаю коробочку грибов, открываю, и вижу там, например, гриб грязный, ну, например, он, когда его срывали, запачкался, да, или поцарапанный, и, соответственно, я могу пожаловаться? Ну, в принципе, да. Да, я могу пожаловаться? Я пожалуюсь, ребятам. Потому что вот в той таблице, которую видели, это как раз-таки мотивация того, чтобы наши сборщицы собирали грибы чистые, не испорченные, не помятые, там, не дай бог, там, ногтем поцарапанные, там, и так далее. Не знаю, кто еще так о вас заботится, как компания Whitecap. Система оплаты труда, она вообще какая у вас? Она разная. У нас есть сдельная оплата труда, это вот в первую очередь сборщицы, они получают за килограмм сбора. За килограмм? Да, они получают за килограмм сбора, и там вот тоже в таблице как раз-таки вы видели мотивацию, чем лучше они собрали гриб, тем стоимость, как бы, оплата их повышается. Чем хуже они собрали, тем зарплата ниже, скажем так. Ну, и плюс к тому, это сделано специально, потому что каждая сборщица, она привязана к определенной камере, к определенному стеллажу. Ей выгодно, чтобы она сегодня собрала именно тот гриб, который надо, а маленькие грибочки оставила на завтра для того, чтобы они выросли, и это будет больше объем, больше диаметр, значит, она больше получит. То есть, это вот, соответственно, деньгами поощряется сбор правильного диаметра грибочков, размера, и чтобы они все были стандартные, и чтобы не попадало. А где вы подсмотрели? Есть определенные стандарты, ну, это есть мировые стандарты, допустим, определенный гриб, шляпка должна быть в диаметре 5-6 см, допустим, она должна быть, корешок правильно срезан, допустим, полтора сантиметра, это есть такой стандарт. Если сборщица все это делает, идеально собирает, и тогда с помощью как раз-таки этого штриха, да, можно и отследить. Получается, что сегодня мы свидетели того, как в компании White Cap введена новая система поощрения сотрудников, и, соответственно, если вы вдруг хотите работать в этой компании, то на вас эта система будет распространяться. Как часто вы приглашаете к себе на работу новых сотрудников, помимо сезонных? Мы не очень часто и приглашаем, на самом деле. Текучка у вас отсутствует? У нас есть текучка, но это больше такие простые работы, которые связаны с уборкой территории и так далее. Основной костяк, он у нас много лет работает, очень многие вообще с первого дня образования компании есть много даже семей, где работают папа с сыном, или муж с женой, или там мама уже с сыном работает. Но это же вообще отличная вещь, семейственность, в бизнесе, когда люди так долго задерживаются, тогда и лояльность, соответственно, к компании гораздо выше, потому что я видела на территории есть еще что-то типа общежитий. Да, у нас не на территории, но в поселке у нас есть общежитие, мы для своих сотрудников, приезжих, у нас есть общежитие, у нас есть столовая, у нас есть развозка для сотрудников, которые поздно заканчивают работу, мы их развозим по домам. Также есть у нас прачечная, потому что это очень важно, гигиена. Вы сегодня видели, вы в шапочках, бахилах ходили, поэтому сборщицы, допустим, у нас, они не одевают одну и ту же одежду, даже если они ходят по разным камерам, есть определенная последовательность, в какую камеру можно заходить, соответственно, в этой одежде, допустим, после обеда они уже не могут в эту камеру зайти. Для того, чтобы обезопасить себя в первую очередь, мы предоставляем такие услуги нашему персоналу. Да, вот говорили же вам, что секретная лаборатория, практически секретная, ну, по крайней мере, по тому, как здесь все происходит и как за всем следят. Люди, которые приходят и остаются с вами надолго, они имеют полностью соцпакет, систему, все, да? То есть, медицинское страхование. есть медицинское страхование. Как я говорила, уже там, допустим, той же столовой и общежитие, это все бесплатно и разводка бесплатно, мы за это деньги не берем. Есть, естественно, бонусы и подарки на праздники, какие-то корпоративные вещи, которые мы стараемся тоже поддерживать. Круто. Ну, в общем, как и в любом другом бизнесе, человеческий фактор один из главнейших для того, чтобы бизнес существовал правильно, да? И работа с командой, и как сегодня мы видели эту систему мотивации, это одно из главных, да? Команду собрать, команду правильно готовить, команду правильно мотивировать, соответственно, и наказывать где-то, да? То есть, штрафовать это все, и люди с пониманием к этому относятся. Вы, помимо того, что строите бизнес, строите еще и вот эту вот систему, когда люди, понимая, как работодатель относится к сотруднику, предположим, по каким-то причинам, уходя от вас и приходя в другую компанию, возможно, несет туда эту культуру тоже, да? Потому что может этим делиться, а вот у меня там было так и так далее. И, возможно, вот таким вот образом вся вот эта вещь распространяется и дальше. Ну, я думаю, что так оно и случается, потому что вот недавно услышала от своих знакомых, мы здесь проводили родительское собрание, мы это так назвали, мы приглашали родителей наших сотрудников и показывали, где их дети работают. Мы им проводили тур по фабрике, потом накрыли красивый стол, сделали подарки, сделали благодарственные письма и каждому родителю подарили эти благодарственные письма выразить им свое спасибо за то, что они воспитали, скажем так, для нас таких сотрудников. Но вы очень умно поступили, потому что я знаю, что тоже в известных компаниях за рубежом так же делают, потому что потом, когда их ребенок или член семьи приходит домой, говорит, что он хочет уволиться по какой-то причине, на него накидывается вся семья и говорят, мы там были, да ты с ума сошел, да мы же, то есть, да ты лучше не найдешь. В плане того, что вы увлекаете всю семейную общественность к тому, чтобы они понимали, какие условия труда вы создаете и как зарабатываются эти деньги, и тогда члены семьи не дают уйти. Но это, я считаю, что для казахстанского бизнеса по-прежнему остается еще нечасто историей. Отрадно слышать, что хрупкая женщина, такая как вы, мало того, что просто рулит этим еще всем предприятием, и мы слышали, да, вы говорили о том, как получилось с вашим партнером, и вы продолжаете этим заниматься. Я желаю вам удачи, я желаю вам крепкого, серьезного коллектива. Ну а вы, друзья, если интересуетесь работой здесь, в компании, пожалуйста, пишите тоже в комментариях, вас тоже рассмотрят. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok